Когда мы говорим о Комодорах или о Дальнем Востоке, очень часто мы вспоминаем, конечно же, красную рыбу, красную игру. Эта тема очень близка мне, поэтому перед тем, как ехать, я занимался этим вопросом, мы посмотрели фотографии других фотографов и интересовались. Вообще, к семейству лососевых относятся много видов рыб. Это в том числе горбуша, кита, кижуч, форель, семга. И еще ряд других. Изначально они были пресноводные, но в результате развития, то есть стали часть периода своей жизни проводить в открытом море. И метать икру, продолжать род, они возвращаются именно в ту репу, в ту нерестилище, где сами родились. Вот эта фотография, это фотография нерки. Мы ее все-таки сделали. Это местные даже ее называют. Это красная рыба, самая красная рыба из всей красной рыбы. Кратко так и есть, красная. Однако, когда в первый день мы пошли на самое лучшее нерестилище, как нам рекомендовали местные специалисты, то погода была такая. То есть, видите, я иду буквально по ручью в этом нерестилище. Впереди идет Андрей Нарчук, тащит оборудование, периодически падает. А падает потому, что мы буквально наступаем на нерку. Нерка идет вверх нерестилища. Вот такая вот ситуация. Но нас, конечно же, озадачило. А так в таких условиях можно снимать. Потому что вода полностью мутная и видимости никакой. Но первый день для нас был очень вот такой удивительный. И я считаю, что эту проверку мы все-таки прошли сложностью. И смогли сделать фотографии немножко уже в других местах, с учетом нашего опыта. Вода мутноватая, но, тем не менее, красота, размеры видно в этих замечательных рыб. Это вот нерка. Когда нерка входит из морской воды нерестица в пресную воду, у нее очень сильно изменяется внешний вид. Особенно это видно у самцов. То есть у них вырастает такой длинный клюв. Даже зубы удлиняются. Вот так вот пасть закругляется. Изменяется цвет. То есть в море она такого темно-серебристого цвета. Внутренние органы у них все там отключаются практически. Поэтому после того, как она заходит в репу, в пресную воду, она уже мясо не такое упругое, но и менее ценное. То есть витаминов меньше и так далее. Медведи об этом знают. Рыба крупная. То есть кижичи до метра вырастают. И очень красивая рыба. Вот. Это все вот такие вот самцы. Приходилось сфотографировать прямо вплотную. Вот это другой вид. Это гормуша. Значит, идет течение, буквально сильный водопад. Внизу водопада находится, как мы это назвали, некая такая стиральная машина. И в небольшом каменном таком мешке, в водовороте воды, стоит несколько сотен рыб. Они друг друга потихонечку затирают об камне, об окружающих друг друга. Но вот тем не менее, стоит и пытается пройти вверх по течению. Не всем это удается. Но так как они сюда вернулись, значит, это их родина. То есть когда-то, года 2-3-4 назад, они здесь появились из Икринки. Вот. Это уже фотографии с этого места, гормуши, селфи. Вот. И водопад. Водопад, снятый в пол воды, прием, который... Вот, да. То есть тут и воздух, и вода. Ну вот удивительно, но, возможно, некоторому удается как-то вот забраться наверх на большую высоту из этой гормуши. Пена. Потоки воды. Вот, когда едем туда на автомобиле, буквально пересекаем ручьи, рыба стоит полностью. То есть, прямо по рыбе. Но рыбы действительно, вот, очень много. Вот так вот происходила съемка. Вот, подплывали, фотографировали. Рыба подпускает близко, то есть привыкает. Это вид уже сверху водопада. На машине. И вот там уже вход в море. Откуда она вот и появилась. Вот. Это нерестилище. Нерки. Вот такие вот. А, ну вот я подпустил. Вот тоже небольшое видео с этого водопада. Опускаемся под воду. И что мы там видим? А там видим вот такой буквально клубок. Клубок горбуши. Ну, кстати, икра горбуши, несмотря там на цвет, то, что нерка краснее, ценится больше всего. Горбуши. Вот такие вот, прямо крокодильчики. И сейчас я передаю уже слово Андрееву. Я должен был продолжить тему изучения лососевых на Командорских островах. Но мы решили эту тему немножко расширить. И мне дали три минуты на то, чтобы я рассказал и показал, как мы жили и как мы питались на этих островах. Три минуты я не смогу уложиться, поэтому я потом оторву из другой части своего выступления. Первое животное, которое мы увидели на Командорах, когда туда прилетели, это был вот этот замечательный кот. Или кошка. Кошка, наверное. Почему он здесь появился? Потому что он неразрывно связан с тем, как мы нашли жилье. Мы, когда приехали, нас встретили сотрудники заповедника. Вот на таких прекрасных автомобилях. Встретили, привезли из центра Никольского. После чего сказали, ну все, ищите жилье. Ну, можем дать вам раскладушки, где-нибудь может у нас переночевать. Мы, конечно, не ожидали. Мы думали, что у нас хоть куда-нибудь поселится, хоть в какое-нибудь общежитие или еще что-то подобное. Ничего подобного не случилось. И в этот момент, Серега еще в этот момент не приехал, мы летели на разных самолетах, мы были с Андреем, мы видим картину. Вот этого кота на поводке выгуливает мужчина. Представляете, причем мужчина такой здоровый, плотный мужик идет с этим котом. Мы поздоровались, мы познакомились. Его звали Валерий. Он спросил, откуда мы. Увидев наше оборудование, спросил фотографа. Фотографы. Дальше пошла беседа. Дальше убежал кот с поводка. Мы его все вместе начали искать, кота не нашли. А оказывается, он выгуливал не своего кота, а кота хозяйки. Кота не нашли. Но во время поиска оказалось, что у него есть квартира, которую он может нам совершенно спокойно сдать. Уже буквально через 10 минут, когда приехал Сергей, мы схватили вещи и пошли в наше новое жилье. Удивительно, вот, собственно говоря, нам досталась двухкомнатная квартира на троих. Валерий тоже оказался путешественником, фотографом. Он приехал как-то, тоже мечтал о путешествии, как Андрей. Забрался на Командоры, приехал из Саратова и остался там жить. Вот. И теперь он уже местный житель. Надо сказать, что в отличие от того, как мы привыкли здесь жить, на Командорах, не принято скрывать двери вообще. И не принято что-то хранить от других людей. Мы были удивлены, но человек привел, показал нам квартиру. Мы положили свои вещи. Он оставил все вещи, которые у него были, попрощался, сказал, ну, все, живите, сколько вам надо, сколько можете жить. И вот мы вот эти две с половиной недели прожили в этой квартире. Дальше я должен рассказать, как мы там, как мы питались. Ну, я в основном был ответственный за наше питание. И, естественно, первое, что я сделал, это нашел поваренную книгу Алиутов. Открыл на первой же попавшей странице. И вот такой рецепт. Если кита выбросила на берег, ждали, 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 кита не выбросила, поэтому пришлось традиционными способами питаться. Вот мы в кулинарии продолжали изучать красную рыбу различных лососевых. Вот видите, наш обычный обед. Как вы думаете, что здесь самое ценное? Неправильно. Самое ценное здесь это овощной салат, потому что горбуша там... Что, что? Что ценное на коммандор? Вот здесь вот это овощной салат, потому что овощи туда привозят редко, они там дорогие, поэтому здесь вот нам повезло. А горбуш мы видели, ели часто, во всяких видах. Вот, например, следующая картина. Вот что здесь самое дорогое? Как вы думаете? Водка. Хлеб. Хлеб. Потому что икра — это продукт, который... Один из продуктов, который на коммодорах осталось производством. То есть она дешевле, чем на Камчатке. Ее много, она свежая. Ее купить без проблем. Когда я приходил... Мы утром уезжали нырять. Я приходил в магазин. Это было уже часа в 3-4. Я первое, что спрашивал, — это хлеб. Хлеба не всегда было, поэтому вот такой обед не всегда случался. Вот эта фотография показывает, что хлеба немного. Икру приходилось иногда есть ложками. А еще вот эта фотография показывает, что мы даже во время трапезы не переставали изучать мир командоров. Вот видите, с помощью кружек, в которые налито пиво, мы изучали птиц-коммандор, китов-коммандор, карту-коммандор. А бутылка водки стоит исключительно из-за изучения касаток. Мы ее каждый день ставили, потом обратно убирали в холодильник. Вот. Ну, и на самом деле, все, что вы видели, это просто было сделано для фотографии. Мы, конечно, все это не ели, это просто фотографировали для того, чтобы похвастаться потом. Вот. Я пока все. Продолжение следует...